вау 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 это друзья подосиновики порчини сейчас мы их еще и готовить будем опля опля не переломать бы короче говоря крупно повезло грибной год на такую семейку нарвался в лесу здесь в ботане вот такие грибочки сейчас у нас классический рецепт приготовления жареных грибов ну их эти грибы предварительно нужно очистить но будем считать что они у нас очищены вот для такого рецепта подходит не все грибы в первую очередь это грибы первой категории то есть хорошими вкусовыми качествами у нас это шампиньон подберезовик и вот сегодня нам удалось собрать подосиновики мы будем жарить сливочным маслом и луком вот классический рецепт приготовлением качестве гарнира можно приготовить картошку или еще что-то неважно уже сами по себе грибы в таком исполнении прекрасно это грибы из так называемым трубчатым геменофором то есть у них не пластинки а такая губка вот и тут ценность особую вкусовую представляет ножка она потверже и не расплывается считается что в этих грибах надо беречь ножку многие спрашивают почему грибы вырываете с корнями начнем с того что у грибов нет корней вот и то что у меня в руках это на самом деле плодовое тело а сам гриб то есть основной организм он находится под землей называется мицелий так вот этот мицелий он иногда его количество белковых нитей бывает около нескольких тысяч километров на очень небольшом участке поэтому грибы на самом деле нужно выкручивать для того чтобы не расставлять кусочек плодового тела потому что если вы оставите кусочек ножки то вот тут вот грибница которая является собственно грибом она будет продолжать питать этот кусочек ножки ну то есть другими словами тратить свои силы зря потому что она конечно не понимает что здесь сверху уже ничего нет я знал это место но смысле много лет назад я там однажды находил несколько подосинник вот и через годы пронес памяти нарезаем грибы такими но не более толщиной 5 миллиметров пластинками будет темнеть любой итальянский повар отдал бы душу за такую компанию парчини шаг 1 закидываем обжариваться до золотистого цвета лучок лучок это всегда хорошо он дает приятный мягкий сладкий вкус вот благодаря чему каждое блюдо окрашивается такой французской мягкости так шаг 2 грибы 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 лучок у нас уже позарился ну и важный ингредиент сливочное масло сейчас необходимо распределить грибы по сковороде Обязательный ингредиент здесь горной кухни Это розовая гималайская соль И картошечка Картошки много не нужно Мне кажется, достаточно Чтобы нам не испортить вкус грибов Она немножечко только теняет его замечательные вкусовые качества Много споров было о том, что это чабрец Или зизифра Или что за травка На самом деле здесь у нас за елисском молотал Все они есть И снотковые Котовниковые И это чабрец Или тимьян по науке Его тоже мы немножко подкинем туда в наше блюдо Немножко потрем и туда бросим Все Менефиг Та-дан Ох-ох-ох Ох, аромат потрясающий Все, ребята, все получилось, все за стол Ох, прям отсюда такой аромат Да, прям классный И этот хлопчик прям Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...